Доброго времени, дорогие любители домашней эпизодики! На моём столе находится великолепный южноазиатский гость Дендробиум Нобили. Данный экземпляр является аутентичным эпифитным растением. В моей домашней оранжереи благородный Дендробиум находится уже три года. И проживает он у меня в прозрачном горшке, в котором проделано большое количество отверстий для лучшей аэрации. Внизу горшочка выложен кварц. Галыши белого кварца служат для устойчивости конструкции и выполняют функции дренажа. Мой Дендробиум Нобили – типичный представитель своего вида и обладатель великолепного, тонкого, цветочного аромата. Обладатель тончайшего аромата, цветки которого собраны в соцветия подри цветка. Диаметр которых колеблется в районе 8 сантиметров. То есть цветочки достаточно крупные. Псевдобульбы короткие. Они не превышают 30 сантиметров в длину. Но зато очень-очень плодовиты. Прекрасно размножаются от основания. Имеют толстые-толстые стебли. Цветки имеют приятную на ощупь бархатно-восковую структуру. Листочки околоцветника почти белые. С перламутровым отливом. С брызгами розово-сиренево-лиловыми вкраплениями. Губа лилово-пурпурным пятном у основания выделяется и привлекает к себе внимание. Край губы имеет симпатичную вахромку лаймового оттенка. Мой экземпляр дендробиума проживает в горшочке на северном окне. Но в природе это растение эпифитное. И, конечно, мне хотелось иметь экземпляр, растущий на блоке. И как только в начале зимы мое растение проснулось, я отделила часть от него с уже зрелыми псевдобульбами, которые радовали меня своим цветением в прошлом году. И такие уже сформированные псевдобульбы, от которых мне действительно хотелось получить здоровое потомство. Та часть дендробиума, которая была помещена в субстрат, очень быстро начала наращивать 4 новых дзетки. Такие сытые, здоровые псевдобульбочки. Та часть растения, которой суждено было стать прародительницей нового экземпляра, была помещена в свободный горшочек с полиэтиленовым пакетом. Я не удаляла ни корневую систему, не обрезала верхнюю часть псевдобульбы. Просто поместила в горшок, который переехал на веранду с этого момента. А растение в течение двух месяцев не подавало никаких признаков жизни, просто молчало. И в начале лета выпустила первую псевдобульбу. Новую, здоровую псевдобульбочку. Уход за отрезанной частью растения остался точно таким же, как и у материнского растения. То есть поливается один раз в неделю методом погружения в воду обратного осмоса. С добавлением каких-либо минеральных или органических удобрений для орхидей. Малыши псевдобульбы выглядят очень сытыми, упитанными, имеют насыщенную краску и совершенно с удовольствием наращивают корешочки. Но надо отдать должное, что и старые псевдобульбы, которые уже имели цветение, они сохраняют свою плотность, видимо из-за того, что имеют подпитку, корневую подпитку растения. Благодаря хорошему тургору старые псевдобульбы с удовольствием образуют у основания детки, но и завязывают вегетативные почки на самом стебле растения. Несмотря на сентябрь месяц, мои дендробиумы – постоянные жители северного окна и веранды, где в дневное время им обеспечена высокая температура до 25-28 градусов, и в ночные часы температура опускается на 10 градусов. И это любители естественного освещения. О дальнейшей судьбе новорожденных дендробиумов вы узнаете из следующих видео. Здоровья вам и вашим домашним любимцам! Подписывайтесь на канал Терра Хейлинг и ставьте лайки!